Здравствуйте! С вами программа «Литературный клуб» и, как обычно, ее веду я, Илья Одегов. Наша сегодняшняя героиня относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы и является, пожалуй, одним из самых публикуемых писателей вообще за всю историю человечества. Более популярны по статистике разве что Библия и Шекспир. Сегодня мы будем обсуждать творчество английской писательницы Агаты Кристи. Агата Кристи относится к числу самых известных в мире авторов детективной прозы и является одним из самых публикуемых писателей за всю историю человечества. Книги Агаты Кристи изданы тиражом свыше 4 миллиардов экземпляров и переведены более чем на 100 языков, а пьесы идут в театрах всего мира. Сюжет из своих детективных романов «Я нахожу за мытьем посуды», – писала Агата Кристи. Это такое дурацкое занятие, что в голову невольно приходит мысль об убийстве. Сегодня мы будем беседовать о книгах Агаты Кристи и о детективном жанре вообще. И к нам в студию пришли замечательные гости. Это поэт, автор видеоблога «Читать модно» Алия Кадырова и певец, продюсер Шокан Маратулы. Знакомы ли вы с творчеством Агаты Кристи? Нравились ли какие-то ее книги? Какие нравились больше? Конечно, знакомы. Ну, хотя я ее открыла для себя позже, наверное, чем другие люди. Не знаю, лет 5-6 назад, когда мне было лет 18, наверное. И начала я читать Агаты Кристи просто потому, что мне было интересно, потому что я знала, что это уже такое имя известное в детективе. И захотелось просто повысить свое образование в литературе и почитать. Алия Кадырова – поэт, выпускница открытой литературной школы Алматы. В 2013 году она участвовала в форуме молодых писателей России и СНГ. Алия ведет популярный видеоблог «Читать модно», в котором делится своими впечатлениями от прочитанных книг и соображениями о литературе. Вот. И я как-то увлеклась. Не могу сказать, что я очень много прочитала. Ну, 5-6, наверное, романов. И еще я читала некоторые ее такие мемуарные произведения. Вот, например, одна из моих любимых книг, которая после стала, это «Расскажи мне, как живешь». Это ее путевые заметки о путешествии в Сирию. Потому что ее муж был археологом, и они вместе путешествовали, и она в это время ввела свой журнал, писала. Я, насколько помню, даже ряд ее детективов посвящен вот каким-то сирийским, ливанским делам. Вот там на фоне они все время фигурируют. А у вас, Шакан, какая история знакомства с Агадой Кристи? Вот у меня очень интересно произошло. Я с ней познакомился, когда еще толком даже читать не умел. Получилось так, что мы с родителями и с друзьями семьи гуляли в парке Горького, когда это был один из самых популярных семейных доступов. Вот. И там кинотеатр находился, и шла премьера фильма «Десять негритят». И вот на меня сильно впечатление произвел фильм, хоть я был маленький и многое, конечно, не понимал, но сюжет, тем не менее, меня захватил и произвел впечатление. Уже потом, когда я, будучи учеником старших классов, я увлекался, читал. Мне нравилась Агата Кристи. Сейчас, наверное, уже многое что подзабыл, но общее впечатление у меня осталось. Шокан Маратулы. Казахстанский музыкант, автор песен, профессиональный танцор. Казахстанцам Шокан известен под творческим псевдонимом Шухрат, как основатель и бессменный лидер популярной группы «Алдавай». Детективный жанр, он ведь вообще очень популярен до сих пор, вот начиная с Конан Дойла и заканчивая современными авторами. Но он меняется. Как вообще оцениваете, как отличаются детективы прошлого, детективы настоящего? Ну, кстати, по-моему, сама Агата Кристи говорила, что критиковала, когда она уже была постарше, она критиковала те романы, которые тогда выходили, потому что они слишком кровавые, слишком там очень много таких, ну, как бы, как она считала, негативных эмоций. А она считала, что детектив должен развлекать человека, но развлекать загадкой, которую он тоже пытается отгадать. Я лично отношу Агату Кристи к более интеллектуальным писателям, потому что у нее в основе сюжета всегда лежал вот сам процесс раскладывания мотивов преступлений. И это было захватывающе. Действительно, сегодня я согласен с Альей, и то, что он цитировал Агату, преобладает, ну, больше какие-то сцены насилия или насилие ради насилия. Мне интереснее сам процесс. Даже если не изменяет память, она сама говорила, что мне больше интересуют жертвы, чем сами преступники. Это действительно интересное высказывание, и она отражает весь ее подход. И еще мне импонирует в ней, что она никогда не использовала в своих произведениях сексуальный контекст или подоплеку как мотивы убийства, что сегодня очень популярно, к сожалению, в бульварных детективных произведениях. В этом смысле гораздо чище, конечно, книги Агаты Кристи, и гораздо математичнее, мне кажется. Там много математики, каких-то поисков, каких-то тонких мотивов психологических, психологии человека. А можно ли читать Агату Кристи таким предвестником современных книг, той же Марининой, Донцовой? Я вот удивилась, особенно, когда читала ее нехудожественную прозу, мемуары, что у нее язык очень похож на современных российских популярных детективщиц, Донцову. Он такой как бы ироничный. И не знаю, почему, но почему-то, когда на русском это читаешь, многие это считают какой-то пошлостью, там, писать про совершенно обыденные вещи, там, про жизнь домашних животных своих или еще что-нибудь. А, ну, я так не считаю. У нее тоже это не выглядит пошлым, а наоборот, такими милыми зарисовками семейной жизни, из того, что люди каждый день делают. Это очень такой теплый и приятный стиль. А у Агаты Кристи все очень по-простому. Просто вот сосед, у которого такая вот какая-то вот своя психология. И вот у него есть какие-то свои мотивы, там, ревность или какие-то зависть, корысть, может быть, корыстные какие-то. И это все всегда очень по-человечески как-то все выглядит, вот как-то очень по-бытовому. Агата Кристи сама говорила, что, если не изменит мне память, что каждый преступник, каждый убийца обязательно чей-то хороший знакомый. Потому что вот это не случайные люди, это не просто люди, которые живут где-то вот в клетке на острове необитаемом, а потом вдруг приходят и делают преступление. Это всегда преступники, это люди, которые где-то находятся рядом с нами. И она очень много играла на этом, на каких-то бытовых вот таких вот делах, что вот человек откроет, мы совершенно не ожидаемого такого поступка, вдруг его совершает. Вот мне как-то Агата Кристи очень близка вот этим. Я вот тоже всегда интересуюсь и в своей прозе, и в прозе, которую я читаю, поступками людей, которые вдруг вот спровоцированы, ну, какими-то обстоятельствами. Никто не ожидал от человека такого, а он вдруг раз и поступил тем или иным образом. В этом контексте я даже хотел зачитать небольшой фрагмент из книги Агаты Кристи. Нередко кажется, что мысль об убийстве владевает такими обычными хорошими людьми случайно. Они попадают в переплет или желают вдруг, хоть умри, заполучить что-то, деньги или женщину, и ради этого идут на убийство. У них отказывает тормоз, который имеется у каждого из нас. Известно ведь, что ребенок притворяет любое свое желание в действие без угрызения совести. Разозлившись на котенка, ребенок говорит «Я тебя убью» и ударяет молотком по голове, а потом безутешно горюет о том, что котенка больше нет в живых. Дети очень рано начинают понимать, что такое плохо. Однако подозреваю, что некоторые люди так и остаются недоразвитыми в моральном отношении. Они знают, что убийство – это плохо, но не чувствуют этого. На основании своего опыта могу сказать, что любой убийца, по-моему, не испытывает раскаяния. Возможно, это и есть знак Каина. Убийцы как бы выделены из среды остальных людей. Они особые. Убийство – это плохо, но не для них. Для них оно является необходимостью. Жертва сама напрашивалась на это. И это был единственный выход. А знали ли вы, что одним из прообразов мисс Марпл стала бабушка Агаты Кристи? Сама писательница говорила, что ее бабушка, как и мисс Марпл, всегда ждала от людей самого худшего. Испугающей регулярностью ее ожидания оправдывались. Очень грубо. Можно разделить все детективы на формальные и психологические. То есть формальные – это там, где продумана линия сюжета, и в конце появляется – ага, вот он, убийца. Психологически это там, ну, на мой взгляд, это там, где акцент делается все-таки, как вы уже сказали, Шуканна, вот у Агаты Кристи это присутствует, на мотивы, на сам персонаж, на его жертву. Но в последнее время, как мне кажется, как раз наши полки заполонили формальные детективы. Как вы думаете, отражается ли это на отношении к детективному жанру в целом? Момент психологии в жанре детектива неотделим. Как бы никакой мотив, никакой детектив не состоится, ну, и без каких-то объяснений психологических моментов. Потому что читателю обязательно нужно знать, что побудило человека на те или иные действия. Это уже в вопросах психологии. Творчество писателя – это отражение его внутреннего мира, его духовности, да? Какова система ценностей Агаты Кристи? Мне кажется, одна из ценностей Агаты Кристи – это любовь к труду. Потому что сейчас, да и не сейчас, это, наверное, с 19 века начинается, есть такой вот романтический миф о писателе, о том, что он должен найти вдохновение, где-то там какое-то новое впечатление получить, и написать об этом. И он может долго не писать, а потом вдруг раз на него нашел, и он напишет. А мне кажется, самые такие хорошие писатели, ну, не все, разные, конечно, бывают, но некоторые из них как раз относились к своему творчеству как к труду. Например, Агата Кристи, она написала больше всех, наверное, вот единиц детективов из всех других детективных писателей. И мне именно это очень нравится в ней, что она не ждала какого-то там вдохновения, которое сверху на нее снизойдет, а просто относилась к творчеству как к работе. Судя из ваших слов, можно сказать, что творчество Агаты Кристи – это своего рода лекарство, да, вот какой-то прокрастинации, да? Ну, можно сказать и так. Мне кажется, многие творческие люди должны бы вдохновиться таким примером трудолюбия. Чтобы встретиться с Агатой Кристи, подготовьтесь, усядьтесь поудобнее, вдохните и отправляйтесь в путешествие по извилистым тропам человеческой психологии – причины следствий, в лучших традициях детективов. Алия, вы сегодня нам сказали то, что вы недавно знакомы с творчеством Агаты Кристи, и хотелось бы услышать ваше мнение, насколько важно сейчас нашему молодому поколению углубляться именно в творчестве Агаты Кристи, в ее детективах. Ну, не стоит забывать, что ее произведения относятся к чисто развлекательному жанру, ну, по крайней мере, для меня. И я думаю, что молодежи стоит читать как, как бы, ну, вот в том развлекательном сегменте литературы, который они читают, это очень качественная литература. Поэтому вместо того, чтобы читать какие-нибудь другие, там, второсортные детективы, лучше почитать известные Агаты Кристи. Ну, помимо этого, много и другой литературы, которая больше заставляет размышлять, и ее тоже стоит читать, а не только одни детективы. Ну, Алия, не думайте, что раз жанр носит развлекательный характер, что он несерьезный. Как известно, в животном мире, в человеческом, все мы развиваемся посредством игр. Так что развлечение – это самый, что ни на есть, продуктивный процесс, в ходе которого наилучшее усвоение происходит. Я думаю, для производительности ума, для повышения логики – это отличный вариант. Я не любительница детективов. Английская тонкость и эстетика, конечно, впечатляют. Но одной книги мне хватило. Больше детективов не хочется. Одним из лучших своих романов Агата Кристи считала роман «Десять негритят». Однако сейчас из соображений политкорректности этот роман продается под другим названием. Каким же? Своими ответами вы можете делиться на страницах Литературного клуба ВКонтакте, Фейсбуке и моем мире. А теперь, внимание, ответ на вопрос из предыдущего выпуска. Тема диссертации, над которой работал Виктор Пелевин, звучала так. Проект электропривода городского троллейбуса с асинхронным двигателем. Вот как раз сейчас, во время беседы с нашей аудиторией, мы начали говорить о жанровой литературе, о том, насколько она развивает человека, о том, насколько она вообще нужна, насколько ее можно отнести вообще к литературе в целом. Действительно ведь как-то принято делить, что вот есть книги, относящиеся к серьезной литературе, а есть литература жанровая, фантастика, детективы, фэнтези, то есть литература как бы для развлечения. Так ли это на самом деле? Я считаю, что да, безусловно так, но некоторые люди неправильно думают, думают, что развлекательная литература относится, ну, то есть развлекательную литературу читают какие-то люди менее умные, а умную литературу читают более умные. Я думаю, разница проходит не в умственном развитии читателя, естественно, а в цели. То есть любой человек, абсолютно любой, может, когда ему захочется в свободное время почитать и какую-то интересную книгу, которая заставляет задуматься там о его жизни, о каких-то философских истинах. И когда ему хочется отдохнуть, может прочитать и развлекательный детектив, или любовный роман, или что-нибудь такое. Ну, нужно соблюдать золотой баланс. Как бы Мао Цзэдун говорил, что, с одной стороны, чем больше я читаю, тем меньше я понимаю. Тяжелая литература, то есть, ну, чтобы нам не застилало глаза на реальную жизнь, нечто другое. Иногда особо инфантильные, возвышенные сущности уходят в эти миры, созданные гениями, и забывают о реальной жизни. Я, наверное, это говорю, может быть, это связано как-то с моим личным моментом, но я думаю, это вопрос актуальный. Но с другой стороны, опять же, раньше это было как бы очевидно, и человек, который не читал, все было с ним ясно. Но теперь, сегодня, когда есть такие альтернативы, как телевидение, интернет, то нужно просто призывать всех, чтобы это ни было, хоть даже там фэнтези, там, какой-то третий сортный, но читайте. Потому что чтение – это само по себе тренажер для мозга. Это лучше, чем пассивное созерцание экрана, или там кликание мышкой. То есть заставлять мозг работать именно посредством чтения – это лучший вариант. Надо читать. И хорошие книги, они вне зависимости от жанров, они хорошие. Будь то серьезная литература, или детектив, или фэнтези, или фантастика. Обычно это книги те, которые имеют художественную ценность, которые написаны хорошим, крепким, интересным языком, ярким. В которых есть яркие образы, в которых есть интересные мысли, в которых есть какие-то коллизии, которые заставляют нас задуматься о том, как и из каких людей, из каких эмоций, из каких чувств состоит мир. Если это хорошо сделано, если это качественно, если это интересно, то и книга великая. Разве можно Рея Брэдбери, например, отнести к жанровой литературе? Да и ту же Агату Кристи. Разве это жанровая литература? Но все-таки это уже как-то выходит за пределы, как мне кажется. Это гений, как в музыке Майкл Джексон, он создал образ, и его шаблон копирует Джастин Тимберлейк, Ашер, и вся современная поп-музыка несет в себе элементы, которые придумал и создал Майкл Джексон. Также Агата Кристи создала некие ходы произведений своих, теперь которые активно используют и зарабатывают на этом другие авторы. Я думаю, что здесь, опять же, я когда не могу ответить, я говорю, это роль проведения, и, наверное, приходят люди, которые должны изменить мир, и они приходят. Я хочу прочитать слух отрывок из не детектива Агаты Кристи, а ее мемуаров, которые называются «Расскажи мне, как живешь». Это об ее путешествиях по Сирии. Пять раз за время обеда появляется и бежит по полу мышь, и пять раз кот совершает прыжок. Дальнейшее происходит незамедлительно. Нет никаких западных проволочек, никаких игр с жертвой. Кот просто откусывает мыши голову, прожевывает ее, а затем переходит к остальному телу. Выглядит это довольно жутко и совершенно по-деловому. Кот живет у нас пять дней. После этих пяти дней ни одной мыши не появляется. Затем кот покидает нас, а мыши никогда не возвращаются. Я никогда ни до, ни после не видала такого профессионального кота. Мы его совершенно не интересовали. Он никогда не требовал ни молока, ни доли нашей пищи. Он был холоден, научен и нелицеприятен. В высшей степени профессиональный кот. Классно, классно. Действую не в одиночку. Завтра в Саутгемптон прибывает почтовый пароход из Южной Африки. На его борту будет человек, который приедет специально ради меня и готов выполнять мои приказания. Так что полковнику придется иметь дело с двумя противниками. Вы считаете это умным ходом? Необходимым? А вы уверены в своем напарнике? На губах танцовщицы заиграла многозначительная улыбка. Я в нем совершенно уверена. Толку, правда, от него мало, но доверять ему можно целиком и полностью, сказала Надина и, выдержав паузу, добавила равнодушным тоном. Видите ли, он вообще-то мой муж. АПЛОДИСМЕНТЫ А героем нашей следующей передачи станет казахстанская детская писательница Аделия Амраева. Она финалистка двух крупнейших литературных премий в области детской литературы для писателей, пишущих на русском языке. Это премия имени Крапивина и премия имени Михалкова. Недавно у Аделии в России вышла книга «Футбольное поле». Именно эту книгу мы и обсудим с вами через две недели. Не забудьте включить свои телевизоры. До встречи! Выпуски программы можно посмотреть на сайте канала «Белем Женем Адиньет». «Белем Женем Адиньет»